Эти ролики сегодня можно найти на разных интернет-сайтах. Сказать страшно, значит не сказать ничего. Жуткое поведение вызывает мурашки по коже не только от увиденного, но и от понимания того, что беда эта рядом. К сожалению, торговцев, как и потребителей наркотических веществ, по-прежнему остается много. Проблема глобальная. За текущий период 2018 года на территории Брестской области возбуждено 340 уголовных дел по линии незаконно оборот наркотиков и продействия с торговыми людьми. Из них 70 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких по линии незаконно оборот, которые непосредственно связаны с бытом наркотиков. По-прежнему правоохранители и таможенные службы предельно внимательно работают на границе. Нередки случаи, когда преступники пытаются ввести наркотики в страну. Здесь на помощь специальным службам приходят обученные собаки. Собаки нам очень хорошо помогают. Они постоянно помогают. И на автомобильных переходах, и в поездах. В конце прошлого года, когда гражданин Беларуси пытался убежать, дабы спинок наркотические вещества, не хотел признаваться. И пришлось применять грубую силу, опять же, спецсредства для того, чтобы его задержать. В данном случае собачки тоже неплохо сработали. Обозначили наличие вещества в транспортном средстве. Несмотря на то, что правоохранители постоянно держат руку на пульсе, бороться с распространением наркотических и психотропных средств становится все сложнее. Сеть интернет позволила преступникам стать менее заметными и предлагать товар не только взрослым людям, но и детям через аккаунты в социальных сетях, забавные картинки и видеоролики. Сотрудниками милиции проводится ряд профилактических мероприятий, оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления лиц, создающих магазины, распространяющие наркотики путем закладок. В результате чего у нас на территории города Баранович пресечена деятельность одного интернет-магазина, который распространял через сеть интернет наркотические средства, психоактивные вещества. Также на лицо распространял территорию Минской области. Лето – пора, когда дети максимально освобождены от контроля взрослых. Именно поэтому организация «Досуга подростка» – то, чем сегодня заняты представители системы образования. На базе учебных заведений для подростков проводятся лекции и открытые диалоги со специалистами, которые рассказывают и показывают, почему потребление наркотиков – проблема номер один, и как даже одна доза способна повлиять на психику ребенка. Когда молодой человек начинает пробовать наркотик, психика, она не устоявшаяся, так как начинается подростковый возраст, в основном в этом возрасте начинаются вот эти вот первые пробы курения и тому подобное. И психика может не выдерживать, и поэтому ребенок, он начинает с первой дозы сильно привыкать, наиболее подвержен, не так, как взрослый. Хотя все люди подвержены, но ребенок, он находится в зоне риска. 26 июня – день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Легкое увлечение один раз – зависимость на всю жизнь. Такова цена одной употребленной дозы. Выбор остается за каждым.